Это очень мрачная, закрытая территория. Когда-то орудовал знаменитый Лефортовский маньяк. Свергать Путина против Сталина. Путин и Шойгу, которым ничего не боятся. Вот его власть дарована самим вечно синим небом. Небо его и наказало. Не нужно шаманам лезть в политику. Пулеметный диск можно очень легко купить в интернете. Посмотрим, что будет. Конечно, не хотелось бы, чтобы они все массово умирали. Такая городская, скажем так, демонология. И кроме того, это кладбище еще окружено очень большим количеством мистических историй. Тем интереснее. Здравствуйте, уважаемые днищенцы и дновцы. Мы рады приветствовать вас на новом выпуске нашего шоу «Вопросы за гаражами». Сегодня мы в Лефортово с журналистом Дарьей Андреевой. Здравствуйте. Даша, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и почему мы здесь? Мы находимся в Лефортово. Это мой самый любимый район. Я здесь живу, я здесь работаю и занимаюсь здесь творчеством, ищу какие-то источники для вдохновения. Сейчас мы находимся на стадионе «Металлург». Это, на мой взгляд, не все, наверное, согласятся. Это очень красивый заброшенный полуразбитый стадион, который остался еще таким, каким он был в советское время. К сожалению, это ненадолго. Здесь скоро рядом откроется новая станция метро. И наверняка здесь делают какую-то зону благоустройства с плиткой, комфортными скамейками, веселыми качелями и так далее. А пока у нас здесь есть возможность запечатлеть стадион «Металлург» таким, какой он есть сейчас. Расскажу, наверное, историю, опять-таки, немножко мистическую, которая связана с этим местом. Это очень мрачная, закрытая территория. И, как говорят, что это идеальное место для каких-то темных дел и, возможно, даже для убийства. Я начала гуглить и нашла в соцсетях информацию о том, что стадион «Металлург» знаменит тем, что здесь когда-то орудовал знаменитый Лефортовский маньяк. Но других подтверждений этого я не нашла, кроме есть такая песня группы «Контейнер» про Лефортовского маньяка. В ней есть такие слова. Не выходив в подъезд, Лефортовский маньяк встал поесть. Но никаких сообщений в новостях, каких-то сходок милиции или информации в Википедии я не нашла про это. Но, тем не менее, этот образ Лефортовского маньяка, он сохранился в народном фольклоре, в городских легендах и в творчестве групп. Тогда поговорим немножко как раз о мистике. Одним из главных политических событий прошлого года стал поход шамана Гарбышева на Москву. Расскажи, пожалуйста, что сегодня из себя представляет шаманизм и и насколько, грубо говоря, шаманские практики могут помочь современным жителям, горожанам и не только в разрешении их каких-то бытовых проблем, отчаяния и так далее. Ты сразу очень много вопросов задал. Начнем, наверное, по порядку от шамана Гарбышева. Я, честно говоря, не очень следила за этой историей, мне она неинтересна. Но поскольку ты захотел задать такой вопрос, я специально освежила в памяти всю эту историю, даже послушала про него сегодня утром подкаст. Я не считаю Гарбышева шаманом. То, что он делает, лежит в сфере общественного, сфере общественно-политического. Почему он привлек такое большое внимание СМИ и внимание общества? Первое, потому что он против власти. Он шел в Москву свергать Путина. Второй момент, потому что его упекли в психушку и как бы здесь это такое политическое преследование. Шаманская ассоциация тенгери не случайно от него отреклась. Они, может быть, и сами тоже не все шаманы настоящие. Но они не спроста исключили его из своих рядов. Вообще, если говорить о шаманах, я считаю, что настоящих шаманов не осталось. Здесь, опять-таки, как бы дело в нашей истории, местами трагической. В советское время шаманов преследовали. Очень много шаманов было расстреляно, особенно в Бурятии, поскольку как бы они... Я не знаю, были ли шаманы, которые шли в поход против Сталина. Я думаю, что таких смельчаков не было. Но, тем не менее, их обвиняли в различных каких-то антигосударственных вещах и расстреливали. Есть такая даже легенда, не знаю, правда это или нет, что в Туве... Тем, может быть, это правда, потому что Тува достаточно суровый и дикий регион, где могут проводить отдых только, опять-таки, Путин и Шойгу, которым ничего не боятся. В Туве как раз в 30-е годы шаманов сажали в вертолеты и оттуда выбрасывали. Говорили, типа, ну, если ты шаман, то, пожалуйста, вот, летай. Не умеешь, как бы, то, значит, что поделать. Вот такая вот советская инквизиция. Чем-то напоминает все эти истории из Молота ведьм, как преследовали женщин, кидали их в воду, и они там тонули или не тонули. Утонула, значит, не ведьма. Не утонула ведьма, сжечь. Вот. Если говорить вообще о, опять-таки, Гарбышеве, то я, наверное, расскажу такую легенду, которую я прочитала в книге Гамбажа Пацибикова. Это мой земляк, известный исследователь Тибета. Он описывает, что во времена Чингисхана был как раз шаман очень близкий к Чингисхану, который ему помог в легендаризации власти. То есть он говорил, что вот его власть дарована, собственно говоря, самим там вечно синим небом. Однако спустя какое-то время шаман начал, наверное, можно сравнить его даже с с Путиным, начал пытаться влиять на самого Чингисхана. И, естественно, он прекратил все эти поползновения, самого шамана казнили. И еще объяснили, что просто шаман был нехороший, и вот небо его и наказало. С тех пор каких-то влиятельных шаманов в Монголии не было, заключают цивиков. О чем это говорит, что, наверное, все-таки не нужно шаманам лезть в политику. Если говорить о каких-то современных практиках шаманских, то я считаю, что поскольку все эти шаманы были уничтожены, как и физически, и, собственно говоря, вся эта традиция тоже истреблялась. Конечно, в 90-е годы в перестройку некоторые люди начали чувствовать себя шаманами, но это тоже как-то странно, потому что, наверное, если реально существует шаман, это не связано с какой-то общественно-политической ситуацией. В 90-е годы такой расцвет оккультизма, когда люди просто потянулись ко всему темному, мистическому и по большей части абсурдному. А как, по-твоему, это сочетается в людях? То есть одновременно какая-то религиозность и склонность к какой-то практикам, к каким-то бытовым суевериям. И при этом это не вызывает у них внутренних противоречий. Ну, наверное, нужно объяснить, что такое шаманизм. Шаманизм, как он появился? Первобытный человек был на клубе, но он боялся, у него был страх пространства, потому что пространство было, собственно говоря, опасным. Там были, не знаю, мамонты, соблюзубые тигры и, в принципе, какие-то вещи, которые он не мог объяснить, как гром или какая-то буря. И был страх времени, то есть страх смерти. То есть люди понимали, что они умирают. И этот страх времени, он переродился, и страх времени и пространств переродился в представление о духов. То есть есть духи, которые вызывают там какие-то погоды и ненастия, есть духи, которые представляют собой людей, которые умерли. И шаман, собственно говоря, был посредником между людьми и вот этими духами. То есть он мог повлиять на них, чтобы людям стало немножко лучше, мог связаться с предками и получить ответы на какие-то вопросы. Сейчас, если людям что-то непонятно, они могут, не знаю, читать в Википедии. И многие явления до сих пор объяснены. Но есть вещи, которые не изменились. Например, вот этот вот страх смерти, он по-прежнему в людях остался. И вся эта тяга к мистицизму, она идет, конечно, из этого. То есть я знаю людей, которые, например, потеряли родственников и после этого они начали верить в духов. Я бы хотела еще рассказать, наверное, может быть, о своей бабушке. Потому что вот как раз моя бабушка, человек, который родился в советское время, пережила перестройку и все, что за ней последовало, является как раз примером вот такой вот немножко каши в голове. Потому что она, естественно, является... У нее до сих пор есть членский билет. Она член КПСС. При этом она крестилась. Где-то, наверное, ей было лет 60-70. Ну, как раз где-то в середине 90-х. И, как она объясняется, чтобы лучше себя чувствовать. Вот. Может пойти в церковь, поставить свечку. При этом она по-прежнему соблюдает какие-то шаманские обряды, которые стали уже бытовыми. И, наверное, их просто люди не воспринимают как шаманские. То есть там, сидя за столом, нужно обязательно взять водку и покапать духом. То есть нужно умилцать духов, угостить их. И как бы для меня в детстве это всегда была абсолютно какая-то нормальная практика. Может быть, для человека со стороны это было странно. Например, у нас в Бурятии есть тоже такая традиция, когда мы едем через перевал на Байкал, то там всегда есть место, где нужно бросать монетки из окна, чтобы хорошо доехать. И все это делают. Я не думаю, что люди, которые это делают, они реально верят, что вот дух, вот тебе 5 рублей. С другой стороны, лучше это сделать, чем не сделать. Вот. И, собственно говоря, моя бабушка, мне кажется, в этом нет ничего плохого. Человеку как бы была сложная жизнь и какие-то ориентиры все равно нужно было искать. Вот. И так вот они в ней выразились. А в творчестве, как на этот взгляд, помогают традициям? Конечно. Я вот хотела как раз сказать, что, наверное, эти функции шамана, они сейчас больше перешли к художникам, каким-то, может быть, медиафигурам, которые даже сложно отнести к какой-то определенной профессии. У меня был такой проект, который я назвала Шаман 2037. Есть такое место, о котором я уже говорила, Голос Фавраг. Мистическое место, бывшее языческое капище в Коломенском. Я сделала шаманский костюм. Это был костюм шамана-снайпера. Существует такая легенда о том, что был шаман-снайпер во времена Великой Отечественной войны, который очень метко уничтожал своих врагов. И, естественно, у него был снайперский костюм. То есть я купила снайперский костюм зимний, поскольку это был зимой, белый с черным, и украсила его разными лентами с мантрами. Здесь надо сказать, что буддизм и шаманизм очень тесно перемешались в Бурятии. В принципе, наверное, так же, как христианские языческие практики у русских людей. Сделала шаманский бубен из пулеметного диска. Оказалось, что пулеметный диск можно очень легко купить в интернете. Наверное, кому-то это нужно. Возможно, каким-то реконструктором. Украсила его черным солнцем, поскольку, наверное, здесь есть такой элемент заимствование символики врагов. То есть черное солнце всем известный символ, и нарисованный на бубне шамана Великой Отечественной войны, он обретает какую-то особую силу. Колотушку. Колотушка это такая штука, которой, как можно загадаться, шаман бьет в бубен и украсила ее мертвой головой. Есть такое наблюдение, что в Великую Отечественную войну забирали награды. То есть, если немцы забирали награды, например, знаки отличия у советских солдат, то наши забирали, получается, вот эти вот кокарды у своих врагов. Очень интересно получилось, что вот эта колотушка, она произвела просто огромнейшее впечатление на людей. Когда мы зашли в «Голос в овраг», просто этот результат нужно было провести на латырь камня это место. Там есть мужской и женский камень. То есть, мужской дает мужчинам силу, а женщинам женщинам. Там, кстати, были все время люди, которые стояли и сидели на этом камне, несмотря на то, что была зима. И когда я нарядилась в этот костюм, взяла бубен и колотушку, люди начали относиться ко мне по-другому. Они решили, что я непременно шаманка, начали расспрашивать, что вы здесь делаете. И начали относиться ко мне по-другому. То есть, надевая вот это вот облачение, ты как бы меняешь свой статус. Была женщина, которая подошла ко мне, начала очень серьезно рассматривать мой бубен и колотушку. Сказала, да, здесь вот такая какая-то интересная энергетика. Но это было ее абсолютно субъективное впечатление. Они о чем-то просили тебя? Какие-то, может быть, услуги? Задавали вопросы, попросили как-то помочь. Но я как-то не хочу брать на себя такую ответственность. Мне кажется, немножко это обман было с моей стороны, поскольку я в том понимании, в их понимании я не являюсь шаманкой. Но что интересно, после всех этих событий, мы шутя называли это перформансом по вызванию Третьей мировой войны, случилась вся эта история с пандемией. И спустя месяцы, сидя дома, мы просто хлопали себе по лбу и говорили, шаманили. Возможно, шаманы все-таки существуют тогда, получается, до сих пор. Шаманы существуют, подводя итог, шаманы существуют, но это не те шаманы, которые размещают объявления и говорят, что я вам помогу, принесите мне, пожалуйста, денег, водки и какой-то еды, я проведу ритуал. Их функции перешли, в том числе и художникам, и другим людям. Как, на твой взгляд, скажем так, в творчестве Перевина, да, он часто обращается к каким-то таким мотивам, там, около шаманским или оккультным? Ну, в шаманской практике, по крайней мере, у него описаны несколько книг. Вот насколько это близко к реальным практикам, или это он просто полностью вымышленный, его какая-то интерпретация. Мне кажется, что любая практика, описанная в художественных произведениях, которые имеют влияние на какие-то массы, она уже является реальной. И, собственно говоря, как арт-перформанс, вот эта практика, которую я придумала там буквально из каких-то своих знаний, она производит впечатление. А практика, описанная в книгах Перевина, учитывая то, насколько она является популярным, уже становится шаманской практикой. Потому что я уверена, что есть люди, которые начинают это повторять, делают это по книге. И, кстати, есть еще очень интересная вещь, что раньше очень близкие были функции у шамана и у сказителя. То есть, поэтому писатели вот тоже получаются шаманы. Объясняют людям, как действовать и как жить, как общаться с духами. Ну, поскольку Россия литературная страна, то, наверное, вдвойне. Даша, расскажи, пожалуйста, о московских кладбищах. Чем они отличаются и есть ли у них какое-то свое лицо? На самом деле, я так понимаю, что у тебя, наверное, сложилось немножко ложное впечатление, что я прям поклонник московских кладбищ. На самом деле, я хорошо знаю это кладбище Веденское, потому что это наш такой домашний парк. Мы просто сюда ходим прогуляться, подышать свежим воздухом, подумать о жизни и смерти. И я даже, наверное, не была на таком большом количестве московских кладбищ, но могу сказать, что тут у Веденского кладбище есть свое лицо. Это старое немецкое кладбище, Наверческое, здесь огромное количество красивых памятников. Но, что касается других кладбищ, мне кажется, что все-таки они, по большей части, примерно одинаковые. То есть, они появились в одно и то же время и там люди, может быть, как-то более утилитарно подходят к оформлению. Если говорить о других кладбищах, то, может быть, таким тоже местом силы в последнее время становится Троекуровское кладбище. Очень интересно, что когда в феврале умер Всевол Чаплин, всем известный освященник, его похоронили на Троекуровском. И буквально спустя пару месяцев умирает Константин Крылов, его хоронят рядом же. И мы, собственно говоря, с друзьями так шутим, что, возможно, скоро это кладбище станет таким местом захоронений каких-то очень радикальных, патриотически настроенных людей. Посмотрим, что будет. Конечно, не хотелось бы, чтобы они все массово умирали, но тенденция такая, тем не менее, есть. При этом я так понимаю, что Крылов и Чаплин при жизни, мягко говоря, не дружили. То есть они, видимо, продолжат свой диспут. Смерть, на самом деле, всех уравнивает и сближает. И чем больше будет людей с разными точками зрения похоронено там, мне кажется, тем интереснее. И, кстати, возможно, Лимонов, вот я могу ошибаться, он был похоронен тоже там же. Тогда это уже становится главным кладбищем Москвы. Но я так понимаю, что ты сказал, что Веденское кладбище еще, в общем, функционирует как некий парк. То есть ты можешь сказать, что это какой-то центр района, что люди сюда приходят отдохнуть? Ну, отдохнуть, смотря что имеется в виду под отдых. Например, сюда приходят действительно мамочки с колясками из соседних домов, чтобы подышать воздухом. Сюда приходят готы, при том не только районные. Готы из других районов всегда стекаются, потому что, как я уже сказала, наверное, это все-таки одно из единственных кладбищ в Москве с такими красивыми памятниками, на фоне которых можно сделать фотографии. И, кроме того, это кладбище еще окружено очень большим количеством мистических историй, что их притягивает. Но отдыхают год тоже по-своему. Конечно, они могут и употреблять какие-то напитки на кладбище и даже проводить какие-то обряды. У нас был случай, когда мы пришли сюда погулять и нашли две бутылки чача «Подруга». Ну, то есть, такая чача с этикеткой в стиле пинап. Я думаю, что, наверное, это не чаща вовсе. И они были абсолютно запечатаны и лежали на могиле. Мы сначала подумали, что, возможно, кто-то спрятал заначку как раз за тем, чтобы прийти сюда и отдохнуть. Не знаю, может быть, от стервозной жены или от кого-то еще. А потом нам знающие люди объяснили, что это называется откуп, то есть нужно принести какую-то жертву духом, когда ты проводишь ритуал. Вот такая городская, скажем так, демонология. А вот как раз давай поговорим о демонологии. На твой взгляд, существует ли какая-то такая демонология городских окраин российских. И вот ты недавно написала отличный совершенно текст про Тибет. Всем мы его очень рекомендуем и обязательно разместим на него ссылку. Вот можно ли сказать, что в России, возможно, тоже какая-то такая книга мертвых, по аналогии с тибетскими? Ну, на самом деле, у меня сразу к тебе вопрос, почему ты говоришь демонологии городских окраин? Мне кажется, вот здесь я вижу какой-то элемент с написано, почему демоны должны жить непременно на окраинах. Мне кажется, их должны тянуть к людям, а в городе людей больше. Но здесь я не знаю. Может быть, как раз они живут и подальше от людей. Ну, на самом деле, в Москве есть несколько мистических мест, и они находятся как и в центре, и где-то и на окраинах. Другое дело, что, наверное, места, которые находятся в центре, они имеют более продолжительную историю, а те, которые находятся за окраинами, это уже те легенды, которые возникают там со строительством новых районов. Вот, например, есть голос фаворак в Коломенском. Это место существует там еще со времен Древней Руси, там есть мистический алатырь камень. И это, я не могу сказать, что это окраина. Коломенское сейчас вполне себе как бы находится недалеко от центра. Ну, если говорить о каких-то окраинных местах, то, наверное, здесь возникают уже легенды, связанные, может быть, с какими-то вещами, которые происходят с людьми, когда они заселяются. Вместо, например, раньше там было кладбище, а потом там появляется новостройка. И люди начинают уже видеть какие-то мистические проявления, связанные с тем, что здесь-то раньше нельзя было строить, но Москва расширяется, нужно куда-то двигаться дальше. И такие случаи тоже есть. Что касается книги мертвых, ну, я, честно, не могу представить себе существование российской книги мертвых, потому что... Что есть тибетская книга мертвых? Это комплекс ритуалов, который существовал просто из... из столетия в столетие. Это наставление, как нужно вести себя с умирающим человеком, чтобы подготовить его к переходу в состояние барда, промежуточное состояние между жизнью и смертью и к последующему перерождению. У нас, наверное, не существует такой долгой, положительной традиции, которая существовала бы просто столетиями и передавалась с поколения в поколение, потому что российская история прерывиста и, например, тот комплекс ритуалов, который был на Древней Руси, там были определенные приготовления, нужно было приготовить себе одежду, вот этот саван, совершить определенные ритуалы, но, естественно, как бы это было все утеряно и с приходом... и с приходом христианства, и с приходом насаждением европейской культуры, чем занимался Петер I, и, конечно, с революцией, и уже все, что происходило в 20 веке, мне кажется, породило еще большую, большую какую-то, скажем так, беспорядочность в голове людей, в том, как нужно относиться к смерти, как нужно к ней готовиться. Вот, сейчас, конечно, люди как-то стараются, может быть, взрождать все это, даже появляются какие-то дес-кафе, где люди пытаются говорить о смерти, все это, мне кажется, тоже в рамках одного. А эта культура смерти, которая сейчас возникает в России, на твой взгляд, она аутентична или, скорее, такой набор заимствований разный, из популярной культуры, или, там, из других каких-то традиций? Ну, дело в том, что в России проживает очень много народов, и эти народы принимают традиции русских людей, русские, проживающие в регионах, в каких-то этнических регионах, принимают те традиции, которые есть у коренных народов. Но, если так рассуждать, все является заимствованием. Но свойство русской культуры именно в том, что заимствуем, мы делаем своим. Вот, но в том, что касается российской, русской, я даже не знаю, как правильнее сказать, чтобы никого не обидеть. Можно напишать. Да, потому что оба варианта будут обидны для кого-то. Российская русская. Российская русская книга мертвых, она, наверное, еще рано для ее появления. Вот, но мы немного работаем над этим. Отлично. Ну, вот это надгробие создано в Санкт-Петербурге типовое. Вот, значит, а украшает мозаика. Мозаика создана по Арнольда Беклина по картине. Остров мертвых. Это когда остров через, где идет остров покоя, где стоят вечно зеленые кипарисы и вон слева могилы. Что еще интересно я вам могу рассказать. По легенде в реке Икс своего сына Акила мыломал, чтобы он стал неуязвимым. Также водами из этой реки отравили Александра Македонова. Создал эту мозаику знаменитый Владимир Фролов. Отправил по дороге жизни обратно эту мозаику. А сам умер от голода. Очень красиво и живописно. А мы идем дальше. Даша, какие на твой взгляд 5 наиболее сильных духовных мест в России? В первую очередь это моя родина Байкал и вообще Бурятия в целом. Обычно Бурятия сыруется с Байкалом. Но на самом деле в Бурятии огромнейшее количество духовно сильных мест, которые даже я еще не успела посетить. Надеюсь, что в этом году восполню этот пробел. И Бурятия меня всегда притягивает. Может быть, потому что я там родилась. А может быть, потому что это еще и действительно очень сильное духовное место. Второе это Петербург. Я его считаю своей второй родиной. Так, не скромно. Но я прожила там несколько лет своей жизни. Мой муж родился из Петербурга. И вообще в целом я очень люблю этот город. И, конечно, духовно он очень сильный. Но если сравнивать с Бурятией, там совершенно другая энергетика. То есть если в Бурятии энергетика солнечная, энергия синего неба, то Петербург, конечно, это темная энергетика, мистическая. Но, тем не менее, людей сильных, людей творческих Петербург наполняет силой. А люди, которые духовно, может быть, как-то слабые, Петербург может погубить. То есть мне известны такие истории, когда люди очень хотели приехать в Петербург. У них были связаны с этим какие-то амбиции, мечты и так далее. А заканчивалось все очень грустно. Ну, люди кончали самоубийством. Это одна из моих близких подруг. Либо в целом как-то не очень хорошо их судьба заканчивалась. Наркотики, алкоголь, рок-н-ролл. Очень питерская история. Да. А третье место, наверное, это Сергий в Посад. Это наш православный Ватикан. Вот есть планы о том, чтобы сделать из Сергия в Посаде Ватикан. Вот. Там, конечно, очень здорово. Все разы, которые я там была, очень хорошо себя чувствуешь после посещения Сергия в Посаде. Третье место я там не была, но очень хотела побывать. Это Валаам. Тоже вот такое православное место. Но поскольку я там не была, наверное, мне сложно что-то сказать. Но поскольку мне так кажется, я там не была и просто по каким-то впечатлениям и рассказам других людей сужу, я думаю, что это место действительно очень сильное, раз оно вот так вот притягивает. Пятое место, наверное, это Крым. Здесь я как бы не совсем, может быть, согласна, потому что я считаю, что Крым очень разный. Но вот люди мне вот рассказывали, особенно люди, которые занимаются какими-то буддистскими практиками, рассказывали, что именно Крым это очень такое сильное место. Там есть и горы, и море, и это отдельный полуостров. То есть там, наверное, как-то тоже духовная сила концентрируется. Даша, спасибо тебе большое. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Станции Дно. Следите за нашими обновлениями. У нас будет много интересного контента. Надеюсь, что скоро мы сможем возобновить и мероприятия тоже. И следите за нашей деятельностью. И Дно также будет следить за вами. До встречи на Станции Дно. Спасибо большое. Спасибо. Мистические. Да, супер. Афтершокинг. Сначала, да? Заново? Давай заново. Заново, заново, заново. Я подумаю. Что ж? Давай, давай, я буду. Не надо. Я просто один знакомый говорил, ой, если ты сыграешь на ней в моей группе, я буду счастлив. Не будет больше твоя группа после этого. Отлично. Ну что, как? А я могу подъехать зумом. Так что это не страшно. referenced в publique. Я не слегка gesпеки. И мы под cameras на меня губ. И мы fucking Catholics. Уpace минули. Дни концаefисы. алы, Уз vara. Назвок, да? И при шлаам да это в arrested чем-то. И я доверяюсь. Помогу-дry.